Репетитор Гимназист 7 класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя 12-летний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощеки, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается. Согласно условию заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по 2 часа ежедневно, за что и получает 6 рублей в месяц. Готовит он его во второй класс в гимназии. В прошлом году он готовил его в первый класс, но Петя порезался. Ну-с, начинает Зиберов, закуривая папиросу. Вам задано четвертое склонение. Склоняйте фруктус. Петя начинает склонять. Опять вы не выучили, говорит Зиберов, вставая. В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы не в зуб толкнуть. Когда же, наконец, вы начнете учить уроки? Кхе-кхе, опять не выучил. Слышится за дверями кашляющий голос. И в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеевич? Ведь и вчера испорол. Кхе-кхе-кхе. И тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривается в истрепанного кюнера. Эр Кюнер. Немецкий филолог и педагог. Автор латинской грамматики. Неоднократно переиздававшегося в учебнике для гимназии. Примечание редактора. И тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривается в истрепанного кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын. Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекового тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает в попад. Так опротивил ему этот Петя. Вы даже второго склонения не знаете. Не знаете вы и первого. Вот вы как учитесь. Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от Меус Филиус? Сын мой. С латыни. От Меус Филиус? Меус Филиус будет... Это будет... Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа. А как будет дательный множественного от Деа? Деа. Богиня. С латыни. Тиабус? Филиабус. Отчеканивает Петя. Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду. А еще какое существительное имеет в дательном Абус? Спрашивает он. Оказывается, что и анима, душа, имеет в дательном Абус, чего нет в Кюнере. Звучный язык латинской, замечает Удодов. Алон, трон, бонус, антропус, премудрость. И все ведь это нужно, говорит он со вздохом. Мешает скотина заниматься, думает Зиберов. Сидит над душой тут и натирает. Терпеть не могу контроля. Ну-с, обращается он к Пете. К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь пари в Петике. Берите доску. Какая следующая задача? Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует. Купец купил 138 аршинов черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синяя стоила 5 рублей за аршин, а черная 3 рубля. Повторите задачу. Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138. Для чего же это вы делаете? Постойте. Впрочем, так. Продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю. Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает. Странно, думает он, я рошу волосы и краснея. Как же она решается? Хм. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифпетическое. Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63. Хм. Странно. Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так что ли? Нет, не то. Решайте же. Говорит он Пете. Ну, чего думаешь? Задача ты ведь пустяковая, говорит Удодов Пете. Эки ты, дурак, братец. Решите Ужавееву, Егор Алексеевич. Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет. Это задача, собственно говоря, алгебраическая, говорит он. Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил, понимаете? Теперь вот надо вычесть, понимаете? Или вот что. Решите мне эту задачу сами, к завтрому. Подумайте. Пете ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик седьмого класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол. А имя с алгебры решить можно, говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. Вот, извольте видеть. Он челкает на счетах, и у него получается семьдесят пять и шестьдесят три, что и нужно было. Вот, по-нашему, по-неученому. Учителю становится нестерпимо жутко. Замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час-четвертью. Целая вечность. Теперь диктант. После диктанта география. За географией закон божий, потом русский язык. Много на этом свете наук. Ну вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милости выпадает Пете руку и прощается с Удодовым. «А не можете ли вы сегодня дать мне немного денег?» Просит он робко. «Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев». «Я?» «Ах, да, да», – бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. «С удовольствием. Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку или через две». Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые грязные калоши, идет на другой урок. Антон Павлович Чехов. Репетитор. Читал Джахангир Абдулаев. 3 мая 2022 год.